всем привет это уже следующий день я так и не привела себя в порядок сейчас утро мы проснулись рада видеть вас на своем канале мы это многодетная семья вот эти две ляльки и еще ляльчика 24 годика на коляске инвалидной и мы сейчас живем кочевым образом кто в питере вот здесь вот то на даче сегодня утром я должна разобрать всю стирку чтобы спокойно уехать почему я вам показала кровати потому что я уже все заправила но снять это у меня никак не получилось ну никак не получилось все бегали и даже не установить было камеру поэтому сейчас я займусь стиркой и покажу вам с нашего последнего видео с того времени как я была на балконе вот здесь вот вы могли заметить кто-то заметил кто новенький посмотрите здесь стояла автокресло спасибо данечка огромное это моя подставка для телефончика сейчас она станет штативом кстати она супер удобная просто обалденная очень тяжелая здесь стояла автокресло которое не могла продать полгода и не хотела продавать дешево и вот наконец-то но ушло у меня за 4000 вау кстати очень крутое это было автокресло она называлась сейчас babyton bonifix вот как она была шикарная устанавливаю устанавливаю жара в питере прошла слава богу и теперь можно насладиться 20 градусами наконец-то 30 градусов это не для меня но говорят что будет дальше аномально жаркое лето и придется его терпеть так как мы будем на даче нам наверно будет не трудно терпеть на даче прекрасно напишите как вы спасаетесь от жары так теперь мне нужно бегать за ведерком я нажму паузу сегодня мы стирали черное мы стираем сейчас один раз в неделю и сверху вы видите белое полотенчика я хочу об этом сказать это то что я говорила когда-то давно несколько жизней у тряпочек у моих вот она уже совсем черное она стала половой тряпкой я вне выкидываю она не отстирывается но так как маленькие дети все время что-то разливают такие тряпочки нам тоже нужны они также стираются совсем бельем и очень даже получается чудесно в общем мне так удобно даже если кому-то это странно но мне вот так вот не выкидывать их стирать и пусть она будет все время чистенькая и для пола темное белье у нас в основном папина и старшего сына у детей в основном все все светлое поэтому когда темная стирка это значит детской одежды здесь практически нет эту одежду скорее всего никто не снимет она так и будет висеть здесь целую неделю мы планируем вернуться через неделю хотя у нас тут появились дела нам дали место в садике и нам нужно проходить врачей и от графика записи врачей все будет зависеть сейчас наша жизнь сегодня мы получим а точнее сегодня мы купим медицинскую карту какая-то зеленая медицинская карта которую должны знать те у кого маленькие дети пошли в детский сад я еще такую карту не знаю вот мы ее купим и потом должны мы попасть педиатру и как вот мне объяснять сколько нужно потратить времени от этого и будем плясать у нас поликлиника новая в тот раз мы ходили к педиатру и нас случайно приняли офтальмолог еще без записи вот может если так получится то будет лучше я стараюсь белье не гладить точнее я белье не глажу я его встряхиваю во время после стирки а и а и и и и и и и и Привеееет! Проходи. Уху! 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 и я сейчас хочу немножко объяснить то есть люди стали спрашивать меня почему я в общем я не помню как звучал вопрос сейчас это вылетело из головы извините суть в том что кто-то подумал что я сдаю банки и крышки платно получаю за это деньги и когда я положила банки с крышками в пакет и собралась их вывозить я вспомнила что там нужно отделить крышечки от баночек что это жесть это стекло все так но я сдаю это в пункт переработки мусора с целью улучшения экологии то есть я не сдаю эти банки не получаю за них деньги не сдаете крышки не получаю за это деньги я просто сдаю отдельно пластик отдельно твердый пластик отдельно тетра паки это коробочки от йогуртов от с крышечками я потом покажу так как появились новые подписчики они может быть не в теме да и я отвожу это все в разных пакетах в пункт приема раздельного мусора у нас это находится около меги парнас в петербурге около меги дебенко в петербурге также есть всякие разные организации которые забирают платно у вас мусор из дома то есть я не пытаюсь сдать как раньше бутылки чтобы получить 15 копеек нет не совсем так поэтому это просто моя инициатива чтобы не выкидывать все мусор на помойку хотите вам покажу свои брови спустя неделю всего лишь неделю всего лишь неделю без пинцета сейчас вы поймете что у меня есть моно бровь но здесь кстати не очень все страшно смотрите как страшно и я не нашла свои щипчики я не успеваю идти в салон я никогда не хожу в салон на эту тему делаю это сама придется мне сегодня покупать щипчики потому что наш папа ездил по магазинам и таких как я люблю щипчики ручки как у ножниц а щипалка вот такая вот как пинцетик таких он не нашел и даже продавщицы сказали что не знаю ладно хватит болтать я продолжу а что я сейчас белье вешаю ничего не слышу я на балконе я закончила вешать белье сейчас эта девочка ку 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 я не обращаю внимание вдруг я вижу она меня закрыла вот изнутри на эту ручку она меня закрыла и стоит там описать эмоции но ничего страшного в общем я и объяснила что меня надо открыть но теперь ей это понравилось похоже она меня теперь будет здесь закрывать всех люблю всех целую подписывайтесь на мой канал уборка расхламление это теперь профиль моего канала вот так у меня получилось через неделю я сниму это белье надеюсь через неделю а то есть за врачи еще останемся тут все пока пока мы поехали желаем вам отличного настроения кто-то у меня проползает между ног маленький и выделяйте время на прогулки они только на домашнее хозяйство всех люблю пока пока